Сергей Волков Ритуал В зале древнего храма их было восемь. Восемь фигур, облаченных в балахоны с капюшонами. Восемь искавших путь. Восемь будущих пророков истины, что он дарует им, когда явится в эту реальность. До заветного мига оставалось всего несколько секунд. «Явись же нам, великий Сайфер!» Голос предводителя секты срывался на крик. В отличие от ритуалов, которые сектанты практиковали до этого, сейчас они расплачивались собственной силой. 20 лет жизни от каждого – такова цена призыва. Как результат, культисты с трудом держались на ногах. В ушах у них звенело, а один едва-едва подавлял приступ тошноты. Но они верили. Как только ритуал свершится, призванная сущность воздаст им за лишение. Ударил гром. Молния светила зал, и в центре пентаграммы появилась фигура призванного существа. «Великий Сайфер!» Культисты упали на колени, приветствуя своего повелителя. «Даруй нам истинное знание и богатство, о котором мы даже не мечтали!» Демон молчал. Прошла минута, другая. У культистов уже начали затекать колени, когда тот ответил. «Через три точки, не лежащие на одной прямой, можно провести плоскость, и при том только одну». Люди потеряли дар речи. Они ждали чего угодно, даже того, что демон начнет их убивать. Но к уроку геометрии они оказались не готовы. «Как же так?» – дрожащим голосом спросил один из культистов. «В свитке четко было сказано, что, призвав вас, мы узнаем великую истину». «А чем вам аксиома не истина?» – удивился демон. «Но ведь это всем известно!» – подал голос глава культа. «Мы ждали другого, ведь в свитке!» «А где в свитке сказано, что я поведаю неизвестную вам истину?» Щелочком пальцев демон материализовал себе трон и уселся на него, запрокинув ногу на ногу. «Ну хорошо. Юристов среди вас нет?» «Тогда вот вам кое-что новенькое. В российском законодательстве умысел как форма вины бывает прямым и косвенным. Теперь довольны?» «А как же богатство, о котором мы и не мечтали?» – спросил другой культист. «Богатство?» «Дайте подумать». Демон несколько секунд изучал своих прислужников, а затем вновь щелкнул пальцами. «Будь по-вашему». Перед главой культа появилась большая черная коробка. Все внимательно на нее уставились, а затем один из культистов, не выдержав, спросил. «Что это?» «Конструктор Лего. Модель Хогвартса», – ответил демон. «Любой ребенок и даже некоторые взрослые скажут вам, что это настоящее сокровище. И я проверил. Никто из вас об этом даже и не мечтал. Ну что, все счастливы?» «Да как ты смеешь?» – воскликнул глава культа, пытаясь вскочить, но затекшие ноги отказывались разгибаться. «Ты не можешь так поступить с нами!» «О, я могу!» – демон хищно улыбнулся, разглядывая своих жертв. «Я могу все!» «И что потом?» – спросил у демона его собрат. «Ты всех съел?» «Два порождения Нижних Миров вели разговор в Царстве Огня и Пламени». «Зачем?» – удивился тот. «Пуганул их до седых волос и исчез». «И ты не забрал их жизни вдобавок к полученной силе? Но ведь это же было так просто!» «Вот именно. Просто». Сайфер рассмеялся, глядя на недоумевающее лицо собеседника. «Не заставляй меня думать, что ты недалеко ушел от людишек». «И все же, почему?» «Ну что с тобой делать?» «Сайферу захотелось прибить этого идиота, лишенного мозгов и чувства юмора. Но это доказало бы, что он сам ничуть не лучше людей». «Смотри», – начал объяснять он. «Давай вместе включим логику. Убей я их, получил бы больше сил. Но что еще?» «Внимание светлых, которое порой бывает утомительно, а иногда даже смертельно». «Но это цена за силу!» – перебил его собеседник. «И только трус!» «И я оставил их в живых». «А теперь?» «А теперь это дурачье подкинуло схему ритуала другой секте». «Пострадали они, пусть пострадают другие». «Простое решение!» Сайфер вновь засмеялся. «В минуты триумфа даже такое душное местечко, как ад, казалось ему райским курортом». «Только за этот год это будет восьмой культ». «И еще никто на меня не жаловался». «Чтивен книг!» «Чтивен книг!» «Книг!» «Чтивен книг!» «На неじ menteг!»